МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Татьяна Заозерная. И вот некоторые темы выпуска. Расстался с девушкой и с жизнью. Житель города покончил с собой на почве неразделенной любви. Полгода просрочки и пиши пропало. Должникам запретят сделки с недвижимостью. И мотошлем. Соревнования под таким названием прошли в спортивно-техническом клубе. Начну с происшествия. Накануне вечером сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир дома 34 по проспекту Мира тело молодого человека. 24-летний парень повесился на электрошнуре. Следов насилия на теле погибшего обнаружено не было. В телефоне молодого человека следователи нашли переписку с девушкой. Судя по содержанию СМС, незадолго до происшествия молодые люди прервали свои отношения. Следователи не исключают, что юноша покончил с собой из-за ссоры с возлюбленной. Исходя из установленных на месте следовательного обстоятельства происшествия, в настоящее время мы рассматриваем лишь одну версию – это самоубийство. А вот что сподвигло молодого человека покончить жизнь самоубийством, будет установлено в ходе проводимой проверки, которая нами начата еще вчера. Пожары на Ямале не утихают. На сегодняшний день в округе действует 36 природных пожаров. Такая цифра получилась за счет новых очагов возгорания. Их насчитывается 21. Однако пожарные спасатели продолжают бороться с огненной стихией. За прошедшие сутки им удалось ликвидировать 11 пожаров. В тушении принимают участие 515 специалистов Ямал-Спаса, авиалесоохраны, Тюменской и Екатеринбуржской авиабаз и лесничества. Медучреждения Ямала приведены в режим повышенной готовности. В стационарах больниц организованы койки для оказания медицинской помощи после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации. Довольно серьезная ситуация с пожарами в окружной столице. Салихарты, близлежащие к нему поселки, окутало густым дымом. Дополнительные силы с других регионов, прибывшие для борьбы с огненной стихией, уже не справляются. Огонь распространяется, поражая все больше лесных площадей. Из-за смога нарушена транспортная система. С самого утра паромы на переправе в Салихард-Лабытнанге прекратили свою работу. Приостановлена работа аэропорта. Утренние авиарейсы были отменены. В больницу ежедневно обращаются люди с жалобами на ухудшение состояния здоровья. По данным Роспотребнадзора, в воздухе Салихарда превышено содержание оксида углерода. Мы связались с одной из жительниц окружной столицы, и вот что она рассказала нам по телефону. Что касается Ноябрьска, то на территории нашего лесничества действует пока только один пожар. Он в 140 километрах от города. Возгорание обнаружили вчера. На месте уже работает группа спасателей. Ноябрьск продолжает пожинать плоды понедельничного ливня. В то время, как оперативные службы боролись с последствиями природной стихии, особо предприимчивые ноябрьцы наживались на беде других. Дело в том, что в образовавшихся на дорогах лужах автомобилисты, чьи номера машин были прикручены ненадежно, лишились государственных регистрационных знаков, а нашедшие их дельцы продавали свои находки. Сколько составляло такса и законно ли это, в принципе, выяснял мой коллега Кирилл Мигель. Сообщение о том, что кое-кто откровенно наживался на чужом несчастье, один из жителей города разместил на нашем сайте. В комментариях к самой обсуждаемой теме недели. Проливном дожде он посетовал, что свой утерянный номерной знак вернул за вознаграждение, которое у него едва ли не вымогали. После ливня, который обрушился на город в понедельник, многие автомобилисты остались без госномеров на своих авто. Они, как говорится, были, но сплыли вместе с потоками воды. Я оказался в их числе. В тот день я проезжал по большой луже возле рынка Солнечный по односторонней дороге и поэтому предположил, что мой номер мог остаться где-то в этом районе. Во вторник вернулся к рынку и увидел, что ушлый гость Кавказа устроил торговлю автомобильными номерами. В стопке, где оказался и мой регистрационный знак, было еще примерно 10-15 номеров. Возвращал их продавец за 1000 рублей. От 500 отказался наотрез. Сказал, лучше порежет его и выкинет на свалку. Пришлось выложить нужную сумму. Пока я забирал свой номер, к торговцу подошли еще три таких же, как я, автомобилиста. Вопрос – это законно торговать госномерами? Основная торговля, утверждают очевидцы, развернулась на этом самом месте между рынками Казачий и Южный. К слову, пока шел дождь, машины здесь едва ли не тонули. Потерять плохо привинченный номерной знак в таких условиях большого труда не составляло. Ну а особо предприимчивые горожане не применули этим воспользоваться. Вот так это место выглядело утром в понедельник. Неудивительно, что именно здесь торговцы собрали самый богатый урожай. И тем не менее, в местный отдел МВД никто из жителей так и не обратился. Дежурную часть МВД, значит, жители города с данными заявлениями о том, что в отношении них какие-либо мошеннические действия там предпринимались, не поступало. Были факты, когда, так скажем, добропорядочные граждане обнаружили номера, сдавали в дежурную часть, как найдены, были установлены владельцы, номера возвращались. Такие факты имели место быть. А вот в госавтоинспекцию, напротив, 9 заявлений, но правда об утере номера, что, собственно, и рекомендуют в таких случаях делать специалисты. Если самостоятельные поиски не привели к нужному результату, то необходимо в приемные дни обратиться в регистрационное экзаменационное отделение госавтоинспекции города Ноябрьска с заявлением на перерегистрацию транспортного средства в связи с утерей государственных регистрационных знаков. С подробным объяснением об утере также необходимо предоставить квитанцию об оплате госпошлины. Правда, размер госпошлины вдвое больше такса, которую установили дельцы – 2000 рублей. Что касается законности такой вот перепродажи номеров, то в этом случае, говорят специалисты, классифицировать такие действия, как мошенничество или вымогательство, нельзя. Точку в такой ситуации может поставить только суд. Кирилл Мигель, Григорий Крупцев, Анатолий Присич. Новости нашего города. Новости нашего города. Новости за это не несут. Заставить платить по счетам бывшего владельца можно только через суд. А вот новый документ предлагает обязать собственников решать эти проблемы еще до продажи квартиры. В документе сказано, что при неисполнении собственником жилого помещения в установленный срок требований по погашению задолженности, по внесению платы за жилое помещение или коммунальные услуги, превышающей стоимость соответствующих услуг за 6 месяцев, управляющая компания вправе обратиться за помощью к исполнительным властям. Она может потребовать ограничения на совершение сделок с недвижимостью, принадлежащей на праве собственности гражданину, который не исполнил обязанность по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги. Инвалиды, проживающие в собственных квартирах в многоквартирных домах, могут получить 50-процентную скидку на оплату жилого помещения. Об этом говорится в законопроекте, внесенном накануне в Госдуму, пишет Российская газета. Авторами инициативы выступили депутаты Тамбовской областной думы. Они напомнили, что сейчас такую льготу имеют лишь те инвалиды, кто живет в квартирах государственной или муниципальной собственности. Законопроект призван устранить неравенство. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, проживающие в квартирах, находящихся в многоквартирных домах и принадлежащих им на праве собственности, права на предоставление 50-процентной скидки на оплату жилого помещения не имеют. В итоге оплачивают содержание и ремонт жилого помещения, в том числе услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание текущий ремонт общего имущества в полном размере. Это вызывает их недовольство и обращение в Верховный суд Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к проекту. Во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В «Газпромнефть» в «Ноябрьскнефтегазе» процесс строительства скважин координируется службой супервайзерского контроля. О буднях строителей новостям нашего города рассказал главный специалист службы Ильдар Сераев. «Шесть метров уходим из-под окна, углубляемся шесть метров в породу, отнимаем, и упомянувшись на буренье. На втором кусте Спорошевского месторождения ведется реконструкция скважины. Еще некоторое время назад она находилась в консервации, а сегодня ее пытаются вернуть к жизни. Средство реанимации – зарезка боковых свалов. Ильдар Сераев – один из немногих специалистов «Ноябрьскнефтегаза», кто знает эту технологию от начала и до конца. По его словам, работа эта практически ювелирная. «Геологи нам дают кандидата, допустим, на Спорошковском месторождении. Вот видите, как здесь скважин очень много. Допустим, у нее каждая своя определенная глубина. Допустим, направление по азимуту, в определенные стороны они пробурены. После этого эту кандидатуру, которую нам подобрали, мы эту кандидатуру рассчитываем по моментам, по нагрузкам». Несмотря на то, что все технические этапы реализуются подрядными организациями, вся ответственность за их правильное и безопасное выполнение лежит на супервайзерах. Под пристальным контролем службы находится 25 скважин на четырех месторождениях в Ингапуровском, Спорошевском, Новогоднем и Карамовском. Каждая из них нуждается в особом внимании, ведь строительство – процесс круглосуточный, и никто не знает, когда могут возникнуть сложности. Поэтому и работа у Ильдара Фазитовича практически круглосуточная. «Бывает даже ночью выезжаем, приходится вечером». Неразрешимых проблем нет, уверен нефтяник. В помощь специалистам – современное оборудование, профессиональная программа обеспечения и система мониторинга. С помощью последней супервайзеры могут прямо на экранах в своем офисе видеть всю информацию, поступающую с кустовых площадок. «На данный момент идет процесс бурения. Забой 2237 метров. Согласно по диаграмме, нагрузка здесь доходит до 10 тонн, и процесс бурения идет со средней механической скоростью 15 метров в час». Профессиональная команда, новейшие технологии и любовь к своему делу – вот три главных фактора, которые, по словам нашего героя, помогают их службе успешно и с интересом покорять все новые просторы геокосмоса. Алексей Попов, Оксана Зайчукова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. 9 августа – Международный день коренных народов мира. Сегодня на Ямале проживает порядка 42 тысяч представителей коренных малочисленных народов, в том числе ненцев – 30 тысяч, ханты – около 10, селькупов – более 2 тысяч. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин поздравил земляков с праздником и пожелал коренным ямальцам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. Отрадно, что коренные народы объединяют свои усилия для политического, экономического, социального и культурного развития, сохранения национальных традиций и языка. Прошедший в марте 2013 года на Ямале 7-й съезд коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока показал, насколько представители малых народов нашей необъятной страны решительны в стремлении защитить права, возродить культуру, язык, традиционный образ жизни своего народа, отметил глава региона. Рев моторов и подбадривающие крики болельщиков. На полигоне спортивно-технического клуба прошли городские соревнования по вождению мототехники под названием «Мотошлем». Ольга Попова следила за соревнованиями. Ей слово. Оседлают квадроциклы юные водители чуть позже. Первым делом проверка знаний правил дорожного движения. Экзамен видит и 108 вопросов, под каждым несколько вариантов ответов. Рассчитаны они на возраст участников и касаются в основном правил поведения велосипедистов на проезжей части. В данном мероприятии принимает участие ребят возрастной категории от 9 до 14 лет. Соревнования делятся на две категории. Это теория и практика. На теории ребята решают правила дорожного движения. На практике ребята показывают свое мастерство фигурным вождением квадроциклов. Готов? На старт. Внимание. Марш. Змейка, поворот, змейка. Фигуры для водителей постарше несложные. Легко даются и некоторым участникам. А вот кому-то пройти всю дистанцию без сбитых конусов не получается. Гонял быстро, но не очень так быстро. Я на поворотах тормозил, но может и третье, или второе, или первое место. Нужно проехать за наименьшее время. И оно состоит из время, которое потратили на прохождение дистанции, плюс штрафные секунды. Касание конуса 5 секунд, смещение конуса 7 секунд, сбитие конуса 15 секунд, невыполнение фигуры 30 секунд. Из 32 юных водителей квадроциклов 9 – это девчонки. 11-летняя Настя Чубрикова довольно лихо, правда, не без штрафных очков, преодолела дистанцию. Вот сейчас я вот только третий раз проехала. До этого я не занималась. И вроде бы ощущение классное меня трясет. И это второй раз, как я проехала сама. Сложных не было вопросов. Я езжу всегда с папой в отпуск, так что сложных не было. Я знаю все знаки дорожного движения, знаю, например, повороты, там, развороты, все такое. У нас много девочек посещают учреждения, которые ездят даже лучше мальчиков. Главное, не бояться скорости. И правильно выполнять. За знание ПДД Настя получила бронзовую медаль. В этой же номинации победила тоже девчонка – Александра Нагибина. А высшее мастерство в управлении квадроциклом возрастной категории от 9 до 12 лет на полигоне продемонстрировал Динар Рахматуллин. Кстати, в этой номинации третье место у самого юного участника соревнований – 7-летнего Максима Ромашенко. Среди ребят постарше победителем стал Богдан Хасанов. Ура! Ура! На сегодня это все. Смотрите новости нашего города по будням в это же время. А я с вами прощаюсь. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» АЗС «Газпромняфть» – надежный ориентир. По « Blind늘これ этим бесконечный ориентир». По одному Zelop clear. Субь.